И сегодня, друзья, хочу поговорить на тему ревность по Дому Божьему. Аминь. Ревность по Дому Божьему. Я надеюсь, у вас у всех есть дом или квартира, где вы живете. Ну, в любом случае, понятие дом не всегда связано со строением. Дом – это семья прежде всего. Дом – это то место, где вы спите, едите. В любом случае, у вас есть дом наверняка. И я думаю, что у всех у вас есть определенное отношение к тому, где вы живете. По крайней мере, я не думаю, что вы своими руками разрушаете свой дом. Или есть такие, кто разрушает свой дом специально? Есть пару человек? Антон, ты поднимешь руку, не? Молодец, внимательно слушаешь. То есть никто не хочет своими руками разрушать свой дом, это правда. И почему? Потому что мы понимаем, что это глупо своими собственными руками разрушать свой дом. Но я читаю в Писании, что глупая женщина своими устами разрушает свой дом. Библия говорит об отношениях. Не в смысле, что она языком разрушает стены. Нет, конечно же, вопрос взаимоотношений, вопрос семейного очага, атмосферы семейной. И вот, когда мы читаем Библию, мы понимаем, что Бог, называя Домом Божиим народ Божий, Он не говорил только о храме, в котором жили или же служили священнослужители, Он называл Своим Домом весь Израиль. Вы слышите? Дом Божий, это был Израиль. Не только храм в Иерусалиме. Это был весь Израиль, где Бог обитал, где Бог жил. И вот я хочу вам кое-что прочесть. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 по 17 стихи. Иоанна, 2 глава, с 13 по 17 стихи. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали валов, овец, голубей, и сидели миновщики денег. И сделал бич из веревок, выгнал из храма всех также и овец, и валов, и деньги миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При этом ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. Ревность по доме Божьем. Ревность по Божьему присутствию. Ревность по тому, что Бог устроял. Ведь идея храма была идеей Божьей в контексте именно того строения, которое уже было построено. Хотя Моисей был действительно инициатором построить Скинию для встречи с Богом. Это был Моисей. А потом Господь трансформировал Скинию в храм. Показав эту картину, проедет буквально Соломону, и Соломон смог построить такой храм, такой красоты, такого величия, которого не было и, наверное, не будет больше никогда. Соломон построил то, что восхищало взор всех приезжающих в Иерусалим. Люди шли не только поклониться Богу в храм, но еще и посмотреть на красоту. Ученики восхищались, говорят, посмотри, какие камни, посмотри, какая красота. А Иисус говорит, очень скоро не останется камня на камне. И Он говорил это не с сожалением в плане, что здание рухнет. Потому что когда у него спрашивали, какую властью ты это делаешь, что дал тебе власть? Он говорит, разрушьте храм Сей, и я в три дня воздвигну его. Он уже давал понять о том, что наши тела уже являются храмом Божьим. Храмом, где Бог решил обитать. Аминь. Бог, Он ревнует о доме среди своего народа. Услышите, о чем я сейчас говорю? Бог ревнует быть в доме, который назван Его именем, в котором люди поклоняются Ему. И поэтому Иисус говорил, что наступает время, когда не только в Иерусалиме, и не на этой горе, а на всяком месте поклоняться будут в духе и выстине Богу Отцу. И Он говорит, что таковых поклонников Бог ищет в себе. И поэтому мы сейчас должны проводить аналогию и понять, что Бог ревнует, точно так же, как Он ревновал вот тогда в храме. Иисус ревновал о доме Божьем. И это настолько вызвало у Него реакцию, такую бурную реакцию, что Он, знаете, не вопрос, что нельзя в церкви ничего продавать. Иногда люди вот слишком чрезмерно к этому относятся, говорят, а что у вас в книжке продают в библиотеке, то есть в вашей книжной лавке там, или там бутерброды, или что-то еще. Мы просто помогаем людям иметь или получать определенный христианский продукт, не выходя из храма. И поверьте мне, что здесь цены, которые не позволяют нам зарабатывать, иметь прибыль. Все лишь для определенного оборота этих вещей. То есть это не означает, что нельзя продавать. Отношение этих людей было такое, что храм для торговли, храм для бизнеса, храм для того, чтобы просто купи-продай, как рынок. То есть храм превратился в рынок, практически, хотя с религиозным акцентом. Там же вроде бы как для жертвоприношения продавали и то, и другое. Но Иисус видел сердца людей. Они настолько далеки были уже от Бога, что продавая овец и волов, они не думали о жертвоприношении Богу, они думали о заработке. В этом была беда и проблема того времени. Но я вам скажу, это не что-то новое, потому что иногда нам кажется, ну, мы не такие, мы другие. Друзья мои, нам нужно понять, что люди остаются людьми всегда. И читая библейские истории, читая высказывания апостола Павла, ведь то, что говорил апостол Павел, прошло уже 2000 лет. Но когда читаешь, удивляешься, насколько похоже на то, что мы сегодня проходим. Насколько похоже на то, что сегодня люди переживают. И понимаешь, что люди не поменялись. Все та же история. Она просто повторяется. Уже в другом немножко одеянии, мы в другой вид имеем. Другие возможности, технические оснащения, все другое. Но люди все те же, с такими же взглядами на жизнь, с такими же чувствами, с такими же желаниями порочными и так далее. И поэтому ничего не поменялось. И ревность по Дому Божьему у Бога не изменилась. И Иисус все так же ревнует о Своем Доме. Но вопрос в чем? И только ли Иисус должен ревновать о Доме Божьем? Я сегодня не зря начал говорить о наших домах. Когда мы думаем о Своем Доме, мы все-таки хотим, чтобы там был уют. Чтобы там было устройство. Чтобы там был порядок. Чтобы там был комфорт. И я вам скажу, это нормальное отношение к своему Дому. Так я хочу вам, дорогие, сказать. Большинство из вас, я не буду говорить сколько процентов, может быть 90%, может 95%, а может чуть больше, а может чуть меньше. Но вы родились в этом Доме. В Доме Церкви Эммануил. Это ваш дом. Слабенький омень. Я рад тому, что однажды родился в каком-то Духовном Доме. В том Духовном Доме были пастыри. В том Духовном Доме были служители. В том Духовном Доме кто-то молился о моем спасении. В том Духовном Доме, где я родился свыше, кто-то молился за мое благополучие во Христе Иисусе. В том Духовном Доме мне дали возможность начать служить Богу. Аминь. То есть тот Духовный Дом, где я родился, стал для меня навсегда памятным. Знаете, я сегодня не вспоминаю мучительно долго, как зовут моего пастыря. А как же зовут моего пастыря? Такого нет. Я точно знаю, как зовут моего пастыря, который родил меня своим словом, своим благовестием. Аминь. Я точно знаю первые шаги моей в вере. Я точно помню, как все начиналось. И знаете, эта память дает мне понимание, что для меня Дом Божий важен. Дом Божий – это духовный роддом, где люди приходят в этот мир, как духовные дети. Становятся детьми Божьими и живут в Доме Божьем, даже уходя на время. Знаете, ведь мы не всегда живем в Доме своих родителей. Кто-то женился, вышел замуж и начали свою самостоятельную жизнь. Но когда приходит момент, вы возвращаетесь домой, вы улыбаетесь, вспоминаете свое детство в этом углу, или на этой кровати, на этом стуле вы сидели, вот на ту лампочку вы смотрели и так далее. В любом случае, мы помним, откуда мы пришли. Мы появились на свет, как духовные дети, в этом Доме. Аминь. Кто-то, возможно, в другом Доме родился, но наверняка вы помните своего духовного родителя, отца духовного и пастыря вашего, и так далее, и церковь вашу как Дом. И, знаете, нужно понимать, если уже Господь вас привел в этот Дом, то наверняка он нашел, что вам здесь все-таки будет лучше, что вы будете здесь получать то, что вам необходимо, как духовному человеку. Аминь. И вот отношение к Божьему Дому должно быть правильным с точки зрения Писания, с точки зрения не своего взгляда на эти вещи, а как Господь смотрит, как нам нужно смотреть на Дом Божий. И вот я еще раз прочитаю, что он говорит в Писании. И это ученики вспомнили Псалом 68. Ревность по Доме Твоем снедает меня. Вот это состояние, внутреннее состояние ревности по качеству, по жизни, уровню жизни Церкви или же Дома Божьего, это то, что должно нас, по сути дела, будоражить. Не должно давать нам покоя. И думать об этом нужно чаще, чем мы думаем о магазине, о супермаркете, о походе на рынок и так далее. Ведь мы думаем о еде чаще, чем о церковной жизни. Если это правда, можете сказать на это Аминь. Ну правда. Мы думаем о наших нуждах больше, чем о нуждах Церкви. А иногда вообще о нуждах Церкви никто не думает. Вообще никто не ревнует об этом. И вот вопрос в чем. Господь дал мне это слово сегодня, чтобы нам напомнить о привилегии и важности того, где мы сегодня находимся. Мы находимся в Доме Божьем. И этот дом называется Эммануил. Поэтому, дорогие, кто смотрит нас сегодня онлайн, вы остались дома, вы что-то сегодня теряете. Вы не ощутите вот это чувство причастности, физического участия. Но, тем не менее, спасибо вам, что вы смотрите, если вы еще до сих пор смотрите. Полтора часа уже прошло как-нибудь. С начала служения. Нас, знаете, онлайн не могут долго смотреть. Начали, включили, выключили. Пошли, попили кофе, опять вернулись, опять включили. Но здесь, друзья, мы ощущаем радость участия, радость присутствия. Аминь. Хорошо. И знаете что? Мое духовное рождение, как я уже сказал, было настолько бурным, реальным для меня лично. Я слышал впервые голос Божий в моем сердце, в момент моего духовного рождения. Господь говорил со мной настолько явственно, что я запомнил эти слова на всю жизнь. Я не помню ни одного слова проповедника, ни одной молитвы, которая там была совершена. Я не помню песни, которые там звучали. Я помню лишь атмосферу. Я помню переживания, которые были в моем сердце. Как Бог забирал сердце каменное, да его оплотяное. Я помню эти слова, которые Бог говорил мне, что я могу начать все сначала. Он говорил со мной, что я могу не грешить больше. То есть освобождает меня от чужого мнения. Что Господь дает мне начать все сначала. Что Он принимает меня таким, какой я есть. Это все действительно очень важно, чтобы помнить, чтобы продолжать жить уже для Него. Чтобы продолжать делать то, к чему Он меня призвал. Господь меня к чему-то призвал. Свет, возьми, пожалуйста, там надо поговорить. И я прошу прощения. Вот так вот взял телефон, чтобы подсматривать за текстом. А пришлось ответить на звонок, важный звонок. И вопрос в чем? Что Господь призвал меня из тьмы в чудный свой свет для определенной цели. Скажи на это аминь. То есть мои познания Бога начались только с Дома Божьего. Раньше я не понимал этого. Я не знал ничего о Боге. Я Библию не мог читать. Я засыпал под ней. Мне была Библия, мне ее подарили, но она была как снотворная для меня. Я реально вам говорю. Я хотел ее читать, но я буквально не мог прочитать и трех стихов. Начиная, открывая Библию, вначале, не, как там, вначале сотворил Бог небо и землю. И это самое большое, что я запомнил. До сих пор помню, представляете. И засыпал. Просыпался уже с Библии на груди, потому что я спал. И так было снова, и снова, и снова. До тех пор, пока я не родился свыше. Родившись свыше, для меня она ожила Библия. Я вдруг осознал, что Бог живой, что Он со мной говорит, Он что-то показывает мне. И прежде всего, Он хочет, чтобы я жил для Него. И Он вложил в мое сердце упование, надежду на будущую жизнь во Христе Иисусе. И я начал учиться жить с Ним и для Него. Все, что я сегодня знаю, умею, переживаю, я получил в церкви, в Доме Божьем. От детей Божьих, от братьев и сестер, от пастырей, которые меня обучали. Мой пастырь, который учил меня в той церкви, где я родился. От учителей в библейском институте, где я учился. Я все это получал, принимал. Этим живу до сих пор. И я счастлив этому, потому что это дает мне твердое основание для победоносной духовной жизни. Я знаю, как выходить из проблемы. Я знаю, как противостоять дьяволам. Я знаю, как общаться с Богом. Я знаю, как ходить путями веры. То есть эти все моменты не уходят в прошлое. Ну, я жил по вере. Я знал, как Бог говорит. Я переживал Бога тогда. А сейчас что? Ну, а сейчас я уже старый, старовер. Уже все, мне ничего не надо, ничего не интересного. Я уже в другом измерении живу. Друзья мои, я все еще в том же духовном измерении живу. Аминь. Ни в четвертом и ни в пятом. Я живу в отношениях с Богом моим. Который не требует никаких измерений. Требует лишь одного – желание с Ним общаться. Желание Ему служить. Аминь. И все вот эти фантазии по поводу всевозможных измерений, я вам скажу, они опасны, вводят людей в такую дебри и в заблуждение и в духоманию. Но нам не нужно это все. Нам нужно лишь одно – знать. Я знаю Бога, я Его люблю, и я люблю Его Церковь. Я люблю Его дом. Я люблю Дом Божий. Аминь. Я люблю братьев и сестер. Я хочу служить братьям и сестрам. Я хочу служить Богу моему тем, что у меня есть. Тем, что я имею. Я могу служить моему Господу. Скажи на это аминь. Знаете, наша привилегия в том, что мы по всем, везде, на всяком месте мы проповедуем и жизнью, и словом Евангелия. И наша привилегия, что ли, представлять Бога на всяком месте. И Дом Божий в том числе. Знаете, это не вопрос, что мы извиняюсь, как будто говорим, ну я верующий. Ну я хожу в церковь. Какую? Да вот там в строителе. В каком строителе? Забудьте это слово. Мы еще когда вошли в аренду в этот дом, я сказал, знаете, как друг друга между собой разговаривали. Куда идешь? Да я иду во дворец. Я говорю, стоп. Какой дворец? Когда мы там появились, отсюда ушли бесы. И они точно отсюда ушли. Кто не знает, сейчас расскажу эту историю. И мы осветили своим присутствием, молитвой, тем, что Бог приходил. Мы осветили этот дом. И я сказал, это будет теперь храм. Это будет храм, в котором мы будем собираться. Дом Божий. Да, есть дом Божий как люди, и есть храм Божий как здание, в котором мы можем приходить для поклонения. И мы начали говорить друг другу, пошли в храм. Куда идешь? Я иду в храм. Мы встретимся в храме. Мы будем молиться в храме. И так далее. И сегодня у нас уже на устах это слово, и уже юридически даже оформлено, как храм святого Эммануила. Аминь. Это с самого начала. Только мы купили, мы оформили его, как храм святого Эммануила. И у меня иногда задают, меня задают очень духовные люди, а кто такой святой Эммануил? А что, мы же не православные. И я говорю, слушайте, давайте откроем Евангелие Матфея. И там написано, и наречешь ему имя Эммануил. Это имя, которое дала мама Мария и Иосиф своему рожденному первенцу. Эммануил, что означает «с нами Бог». Иисус Иешуа. Это было земное имя. Его так называли Иешуа в его родстве, в его селении, в его стране. Но Эммануил, это было пророческое духовное имя, которое было дано еще пророку Исаии. И потом ангел говорил, повторил это Марии. И я говорю, он глава нашей церкви. Это здание мы купили для него. Это его храм. Это его дом. А он святой, святой. Никакой, нет ничего нелогичного. Храм святого Эммануила. И знаете что? И мне не важно, что думают обо мне люди. Этот дом посвящен Господу. Мы в этом доме живем уже сколько лет? Ну, с 2000 года. 2000 года. 20 лет. 20 лет. Мы уже здесь. Подожди, 20 лет? Да, 20. 20 лет мы уже здесь. То, что мы здесь делали, все, что мы здесь делаем, посвящено Господу. Эта кафедра никогда не была местом для призыва к политическим каким-то дебатам, к бизнесу. Никогда здесь не стояли люди, призывающие церковь к чему-то недуховному, ненужному. Это была моя принципиальная позиция. Потому что я не позволю никому и никогда стать за эту кафедру и призывать вас, дорогие братья и сестры, люди, приходящие к Богу, а не к политикам, не к бизнесменам, чтобы вас кто-то куда-то тянул. Я защищаю это место. Эбот этому научены мои пастыри. То есть это то, что это святое место, с которого звучит Слово Божье, которое учит людей жить и ходить путями Божьими, поклоняться живому Богу и проповедовать Евангелие там, где мы работаем, где мы живем. Люди должны знать нашего Бога. Не просто пришел в церковь, отметился, послушал проповедь и пошел жить своей мирской жизнью. Друзья мои, наша жизнь продолжается, духовная жизнь, она здесь лишь маленькая остановочка в воскресенье. Или в среду, или другие собрания. А потом наша жизнь духовная продолжается. Как дом Божий мы не перестаем существовать. Мы продолжаем жить. И наша ревность по дому Божьему должна быть вот такой, что я в доме своем наполняюсь Божьим Словом, помазанием, Божьим присутствием, страстью по Богу. И этим я живу в мире этом. Знаете, как Иисус сказал, «Вас свет должен быть виден». Гора стоит, стоящая на вершине горы, нельзя его скрыть. И вы свет миру и соль земле. Это то, что Иисус сказал, и не изменит никогда этого. Это никогда не меняется. Эти слова в вечности звучат. И мы применяем к себе эти слова и понимаем, я должен светить, по идее. Но если свет, который во мне тьма, то какова же тьма? Иисус об этом говорил. Поэтому ревность по дому Божьему приводит меня в восторг. Во-первых, когда мне говорят, «Идем в дом Божий». Почему я говорю вам, «Вы молодцы, что пришли сегодня». Вы обрадовались наверняка, что вас уже приглашают на собрание. Кто обрадовался? Слава Иисусу. Спасибо большое, что пришли. Но знаете, независимо от того, сколько людей не пришло, или сколько бы из вас не пришли, я буду продолжать проповедовать с этого места. Я уже напрактиковался. Два месяца с лишним в пустой зал. Серьезно говорю. И я лишь верил, что меня сейчас вы смотрите. Вот я тогда был настоящий верующий. Проповедую так, как будто передо мной тысячи. И все смотрят. Я говорю, о чем? Ревность по дому Божьему приводит меня к тому, что я изменяю свою жизнь в соответствии с ожиданиями Бога, с тем, что я читаю в Писании. Я не могу себе позволить жить, как мне хочется, и этим сам рисковать в росте служения. Потому что иногда люди не понимают, что от нашей жизни, поведения вне храма, вне общения церковного, мы можем дать причину к соблазну, причину к осуждению. И для меня лично это всегда вот таким образом стоит, что я не могу себе позволить жить, как мне хочется, по плоти, как мне искушает там жизнь. Только по одной причине. Я не смогу иметь силу в служении. Я не смогу, я не хочу жертвовать тем, что у меня есть для людей, для дела Божьего, для Дома Божьего, ради своих каких-то прихоти. Поэтому все, что у меня сегодня есть, я посвящаю Господу. И отсюда отталкиваюсь. И из-за этого я меняюсь в тот образ, который я считаю себя в Библии. Для того, чтобы быть в качественном служении. Чтобы не позволить дьяволу опорочить ни нашу церковь, ни меня лично. Вы услышали. А Дом Божий – это наша церковь. И знаете, когда мы говорим «Я из церкви Эммануил», это должно звучать так, знаете, для людей не с осуждением. Ну, я понимаю, что осуждают люди за то, что мы верим в Иисуса Христа. За Иисуса гонят и будут гнать. За Иисуса должны гнать. Но и об этом Петр писал, что если вас гонят за Евангелие, то вы блажены. А если за проступки, за нечестие, за грех, то, говорит, вам по делам тогда. Но знаете, проблема в чем? Что церковь от этого начинает страдать. Сегодня очень много нехороших есть свидетельств, как люди, ну, особенно служители, впадают во всевозможные согрешения. И, естественно, что церковь начинает страдать из этого. Ни в чем не повинные люди, которые искренне любят Бога, которые искренне ходят в собрания, поклоняются, молятся, призывают имя Господне, жертвуют финансы. И упал священнослужитель, то вся церковь получает удар, порочит этот человек всю церковь. Люди незаслуженно получают осуждение. Те, которые раньше говорили, пошли со мной в Дом Божий, и люди даже где-то колебались, хотели пойти. И вдруг какой-то случай, кто-то согрешил, кто-то сорвался. И знаете, что люди могут сказать потом, невоцерковленные? Да знаем мы вас. Почему вы знаете? Потому что ваш лидер, ваш пастор, ваш служитель, ваш прихожанин вот ведет себя так-то и так-то. Знаете, у меня было время, когда меня упрекали об одном человеке, который стоял у нас в группе порядка, и он служил здесь, все, а потом говорит, да он же там чудит такое, что как он может быть у вас в служении? И я понимал, что это неправильно, когда люди, не знающие Бога, они осуждают меня, нас, нашу церковь, потому что какой-то человек позволяет себе жить двойной жизнью. Это проблема, друзья мои. По одной причине, потому что у человека нет ревности по Дому Божьему, нет вот этого желания меняться в пользу Царства Божьего, оставлять все, что его порочит, все, что порочит церковь, ради того, чтобы люди спасались. Знаете, что говорил апостол Павел? Я для всех сделал совсем. Для иудеев, как был, как иудей, для подзаконных, был, как подзаконом, для чуждых законов, был чужд закона, но не чужд закона, пред Богом, и так далее, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Он верил, что, вот, пытаясь отождествить себя с определенной группой людей, он не становился такими же, как они, но он приносил туда Евангелие, и он приобретал некоторых для Царства Божьего. И его ревность по Дому Божьему была такая же великая. И он говорит, и потому я себя порабощаю, усмиряю свое тело, потому что апостола Павла тоже была борьба. Он говорил таким образом, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Доброго, которого хочу делать, не делаю, а злого, которого не хочу делать, делаю. У Павла была борьба. Павел пишет в своей борьбе, дух противится плоти, плоть противится духу, они друг другу противятся, так что угодить друг другу не могут. И поэтому, кто во Христе, тот распялся с ним. Кто любит Иисуса, тот распялся с ним. Кто хочет быть святым, Божьим человеком, тот должен распяться со Христом. Он пишет много об этих переживаниях. И знаете, это не говорит о том, что мы должны подражать плохому, что было в жизни Павла. Говорит, ну, у Павла было, как иногда, знаете, а вот она там курит, это вот лидер, какой-то там служитель. А что мне нельзя? Ну, друзья мои, давайте на Иисуса смотреть. Давайте представим Иисуса с сигаретой в зубах. Который в одной руке держит сигарету, другой молится, исцелись, изыди нечистый дух. И выходит бес такой из того, давай я затянусь тоже. Я не представляю себе такого Иисуса. Я не представляю себе такого Иисуса. Поэтому, знаете, когда мы ревнуем о Доме Божьем, нам нужно усмирять и порабощать свое тело ради духовных целей. Ради вот того дома, где живет наш Отец, Бог. Аминь. Кто верит, что Бог обитает среди народа своего? Я верю в это. Я верю, что Бог приходит в наши собрания. Я верю, что Бог говорит с нами. Я верю, что Бог исцеляет. Это же не я исцеляю. Знаете, иногда люди приписывают мне какую-то выдумку. Да, вот придумываю там исцеление. Слово знания придумал себе такое. Но если бы это была моя выдумка, никто бы не исцелился. Но из-за того, что это все-таки слово знания от Бога, то люди исцеляются. Я слышу каждую неделю какие-то свидетельства о том, что люди получают по слову знания свое чудо исцеления. Я понимаю, что это не я. Я понимаю всем сердцем, что это делает Бог. А значит, все правильно я делаю. Значит, Он действует через меня до сих пор. Аминь. Если бы я уже далеко ушел от Бога, то я вам скажу, Он же перестал бы действовать через меня. И даже не надо думать, что дары и призвания не приложены, поэтому они действуют. Знаете, я даю себе отчет, что невозможно вечно быть Божьему именю по руганию. Невозможно. Оно не может долго быть такому, чтобы человек грешил и исцелял, совершал чудеса, и с ним в его жизни ничего не происходило. Такого быть не может. Поэтому мы с вами сегодня говорим о посвящении Дому Божьему, о том доме, где живет наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Он живет посреди нас. Он живет в нас Духом Своим Святым. Он собирает нас. Он вдохновляет нас. Он учит нас. Он обличает нас. Он исцеляет нас. Он направляет нас. Он делает все, чтобы мы были похожи на Него. Ведь Он наш глава. Аминь. И Павел говорил, подражайте мне, как я, Христу. Наше стремление быть народом Божьим должно быть основано не только на посещении собраний. Друзья мои, давайте поменяем свое отношение к собранию, куда мы приходим. Вокруг нас есть братья и сестры, которые были созданы Богом для определенной цели. Я еще раз хочу сказать, мы были созданы друг для друга. Хочу провести небольшую аналогию. Когда я увидел свою жену, будущую впервые, я влюбился в нее с первого взгляда. К сожалению, она сейчас ушла, не слышите этих слов, ей было бы приятно. Я ей дома расскажу. Это была, знаете, у нее удивительная встреча. Удивительная встреча. Она там работала, а я там учился, где она работала. И когда я увидел ее глаза, что-то как искра было внутри меня. Я сразу же на первом же перерыве подошел к ней и познакомился. Потом предложил ее провожать в университет, где она училась по вечерам. И знаете что, мы подружились и стали дружить. В итоге мы женились. Им уже много прошло времени и в разных было обстоятельств, событий. Знаете, были трудные времена в нашей семье. Без Бога мы чуть не расстались. Без Бога наш брак был на грани. Но милостью Божьей у Бога был план все-таки, чтобы мы были вместе до сих пор. У нас родились дети и мы счастливы сегодня вместе. Да, может быть, не всегда праздник у нас дома, но я вам скажу, мы все равно возвращаемся домой как домой. У меня нет желания оставаться где-нибудь в гараже. Ну, сейчас у меня гараж, конечно, дома, но раньше у меня гараж был за пределами двора. У меня нет желания где-то бродить. Я иду домой, потому что там есть моя жена, там есть мои дети. Аминь. Это мой дом. И вот переживания моего дома, они дают мне покой. Я очень сострадаю людям без дома, честно. Особенно, если на самом деле эту жизнь избрали не по своей воле. Если оказались без дома, без крови, без семьи. Это беда. Это действительно очень сострадание приходит на таких людей. Но вопрос в чем? Когда есть дом, ты понимаешь, ты идешь туда, где тебя знают, где тебя любят, где ты можешь кому-то послужить, проявить любовь, заботу, своими дарами послужить. И это и есть дом Божий. Мы с вами пришли в этот дом по воле Божьей. И могу сказать, заранее Бог предусмотрел нам это место и сказал, ты здесь будешь счастлив. Сколько бы ты ни бродил где-нибудь, тебя будет все равно тянуть в свой родной духовный дом. Даже если папа тебя обидел, даже если брат и сестра тебя обидели. Знаете, духовные люди должны понимать, во-первых, мы не должны никого обижаться. Даже если что-то не так пошло в твоем духовном доме, ты все равно должен понимать, у тебя есть дом и ты можешь туда вернуться. Аминь. вспоминайте отца, который ждал своего блудного сына. Вспоминайте истории, когда родители прощали своих детей, они возвращались домой. Вспоминайте себя, когда вас принимали дома. Я не хочу даже рассказывать историю, в каком виде я возвращался домой, а меня мама обнимала, целовала, это еще до Христа было. Я скажу, я понимал, меня здесь ждут в любом виде. Хоть в посылке. Главное, что сынок к тобой пришел. Знаете, поэтому, знаете, что это наш духовный дом. Аминь. И вот что я хочу прочесть из книги или первого послания Петра. Давайте прочитаем первое послание Петра. Четвертая глава, десятый стих. Первое Петра, 4, 10. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Служите друг другу тем даром, какой получил, как домостроители, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Мы не приходим как соглядатые, мы не приходим как в супермаркет купиться и уйти, мы не приходим как на благотворительную базу, где получили, никого не знаем, взяли свое и ушли. Я скажу, мы приходим в дом Божий, где есть наши братья, сестры, где есть духовные родители, где есть наставники, мы их знаем, мы их любим и мы служим друг другу теми дарами, которые у нас есть. Друзья, это важно понимать. Дары нам даны от Бога, таланты даны от Бога. Мы не можем похвалиться ни талантами, ни дарами и присвоить их себе и сказать, это мое, никому не дам. И знаете, как бывает печально, когда наши таланты служат за деньги в этом мире, а в церкви они не служат. Меня это сильно огорчает, как пастыря. Раньше такого не было. Раньше было, люди в очередь стояли послужить, сейчас, а, там больше платят, пойду туда, буду там работать, буду там служить, а насчет церкви послужить, то нет времени, ну я занят, у меня свои дела. И думаешь, человек вообще не ревнует о Доме Божьем. Человек просто думает с желудком, ему там дадут больше денег. А я вам скажу, это беда для тела Христа, когда церковь нуждается в служителе, а он не хочет человек с своими талантами, дарами служить, но зато готов работать на мир. Знаете, как один пастор говорил, работают на халдеев, а в Доме Божьем на Христа не хотят работать. И в этом есть проблема сегодня в теле Христа. В теле Христа нет недостатка никакого дарования. Я уверен в этом на сто процентов. Потому что я знаю историю нашей церкви. Все, все необходимые дары, которые нам нужны были, как таланты людей, они всегда приходили вовремя. Мы молились, Господь нужен человек. И вдруг человек появляется. Разными способами, разными путями. А сегодня приходится кричать, люди добрые, нужен служитель. И все талантливые люди опускают свои глаза. Понимая, что это время, это какие-то затраты, это какую-то, ну, нужно нагрузку претерпевать. И понимая, что Бог стучится, а люди уже не слышат. Потому что Дом Божий не стал в приоритетах. Уже стал в приоритетах вот там где-то, вот там где-то. И когда люди говорят таким образом, что мне интереснее с неверующими людьми проводить время, я тогда думаю, а рожден ли ты от Бога? Да, я рожден от Бога, даже Дух Святой имеет. Так почему тебе неинтересно с детьми Божьими? А я скажу, почему неинтересно. Потому что в церкви перестали говорить о Христе. В церкви перестали говорить о Боге. В церкви начали говорить о земных делах, о каких-то нуждах земного происхождения, о плоти. И, конечно же, не у всех у нас одинаковые хобби, интересы, понимание каких-то вещей. И нам не о чем говорить. Но если мы вернемся все-таки к осознанию Дома Божьего, как Дома Божьего, что мы идем в Дом Божий для молитвы друг за друга, для служения друг другу в дарах и талантах. Аминь. Знаете, как я читал недавно одну историю, точнее, я не вспомнил. Пришел один человек в храм, и причем не протестантский храм, не в молитвенный дом. Пришел в храм, храм ортодоксальный, и подошел к батюшке после богослужения, говорит, батюшка, вы знаете, я не знаю, сколько, чего, как я могу послужить Богу, но у меня есть способность учить английскому языку детей. Можно я напишу объявление где-то на входе в храм, что кто хотел бы обучить детей английскому языку, вот мой телефон, вот мой адрес, я готов раз в неделю давать такие уроки бесплатно, потому что я хочу хотя бы этим послужить Богу. священник говорит, да без проблем, напиши. Он написал объявление, и начали приходить родители с детьми, приводить этих детей к этому человеку, а через неделю он приходит опять на богослужение, и на диске объявления висят еще объявления. Готов перевести груз с пункта А в пункт Б. Кто-то пишет, готов связать носки тому, кто в этом нуждается. Готов там кто-то сделать. Люди начали служить друг другу теми талантами и дарами, которые есть у них у каждого. И знаете, казалось бы, ортодоксальная церковь, где люди друг друга практически не знают, они начали друг другу помогать, служить тем, что у них есть. Конечно же, я не знаю, чем закончилась эта история, насколько, потому что эта история достаточно давно была написана, но сам факт, то, что люди захотели служить, люди захотели друг другу помогать тем, тем, что у них есть, я вам скажу, это обогащает нашу духовную семью, наш духовный дом. Это делает нас едиными, приводит друг к другу. Вспоминайте Иисуса, который мыл ученикам ноги. Была интересная история. Перед тем, как он ушел на крест, на распятие, на последнем ужине или там какой-то из последних ужинов, он, собравшись со учениками, снял себе верхнюю одежду, опоясался полотенцем и начал умывать ноги ученикам своим. И вот он прошел одного, второго, подходит к Петру и начинает мыть ему ноги. Петр возмущается и говорит, не умоешь ног моих вовек. Знаете, почему? Потому что Петр воспринимал это недостойным для Иисуса, в смысле, то есть Иисус не так. Он считал, что эту работу должны делать самые последние слуги в доме. Иисус не должен этим заниматься. Он же Господь, он же Учитель. И знаете, он понимал, что Иисус не должен был мыть ему ноги. А Иисус говорит таким образом, если не умою тебя ног, то ты не имеешь во мне части. То есть служение кому-то позволяет человеку стать частью этого человека. Служа друг другу, мы становимся причастны друг к другу. Тогда Петя осознал, что это речь идет о духовном родстве с Иисусом, о единстве с ним, Господи, тогда не только ноги, но и руки, и голову, и спину потри мне, Господи. Ну, это моя дотация уже писания насчет спины. А Иисус говорит, а мытому нужно только ноги мыть, потому что чист. И вы чисты, но не все, говорил он об Иуде. И вопрочем, служение друг другу у нас обогащает, делает нас вот той семьей, в которой действительно каждый знает, что можно обратиться и получить помощь. Это не означает, что нужно просто зло потреблять, правильное слово. Зло потреблять. Естественно, что могут найтись те, которые постоянно будут подсасывать кого-то, знаете, услуги бесплатные, но я вам хочу сказать, что благословение тогда, когда мы это делаем с полным осознанием, что я тоже готов послужить тем, что у меня есть. Аминь. Руками, ногами, финансами, физически, чем угодно, талантами особенно, особенно талантами. Вот о чем Петр пишет, служите друг другу тем даром, какой получил. Аминь. И это вопрос вот этой причастности к телу Христа. У меня даже когда-то была мечта, я как-то делился в одном из эфиров этой мысли, когда мы только начали церковь, церковь быстро росла, мы достигали просто невероятных размеров, как церковь за короткое время. И я мечтал, что в нашем городе церковь Эммануил займет такое, ну, очень большое место, где у нас будут магазины Эммануил, у нас будет сфера услуг Эммануил, у нас будет пекарня Эммануил, у нас будут детские сады Эммануил. То есть я мечтал об этом. Я правду вам говорю. И те, кто со мной с самого начала, вы об этом помните. И я говорил, знаете, и у нас будет особая привилегия для всех членов церкви Эммануил. У нас будет членская карточка, и человек, приходя в наше заведение, где вы являетесь хозяином, пекарни, там, парикмахерской, там, какого-то салона автомобильного, еще в чем-то, у вас будет особая скидка. Особая скидка. Где вы будете получать намного дешевле продукт или услуга, чем невоцерковленные. И когда люди будут видеть, что христиане получают вот такое, так сказать, благословение, аминь, они скажут, а я тоже хочу иметь такую карточку, а ты скажешь, ага. А ты скажешь, тебе нужно покаяться, креститься в Святом Духе, принять водное крещение, стать членом церкви, потом только карточку, а за большие деньги? Не. Не за какие деньги. Это наша привилегия быть народом Божиим. И представляете себе, вы заходите к своим братьям и сестрам на рынок, в магазин, в торговые центры, и там стоят наши братья и сестры, и с конца зала уже улыбаются, идти ко мне на кассу, я тебе сделаю особую скидку, свою скидку. А вы достаете больше денег и говорите, а я хочу тебя благословить. Знаете, иногда люди боятся благословлять друг друга, а я вам скажу, благословение Господне обогащают, и печали с собой не приносят. Не думайте, что если вы кого-то благословите и дадите дешевле, что человек просто будет злоупотреблять вашим гостеприимством, знаете, что Господь говорил, внимание, будьте внимательны, своему народу он говорил таким образом, каждый седьмой год был годом прощения, каждый седьмой год, когда приходил юбилейный год, седьмой год, то все долги, которые должны, люди оставались должными, прощались, представьте себе, вы взяли кредит в банке, на холодильник, на телевизор, на стиральную машину, на дом, на квартиру, неважно, на машину, и представьте себе, приходит юбилейный год, вы приходите в банк, а вам говорит менеджер, брат во Христе, вот тебе справка, что ты ничего не должен, Боже мой, это же счастье такое, друзья мои, в арабском мире, в арабских Эмиратах, людям прощают кредитные долги постоянно, потому что у них настолько много денег, что они их уже не считают, с рождения человек получает 100 тысяч долларов себе на счет, с рождения, в 18-летнем возрасте он уже миллионер, то есть там нет проблем с деньгами, и там у них регулярно, ну даже это в Катаре, по-моему, это происходит, регулярно, на определенные праздники, религиозные праздники, там светские праздники, в основном на религиозные, людям прощают долги, независимо от того, какой размер этого долга, вы представите себе такое общество, и знаете, что самое удивительное, никто из нас никогда не сможет стать гражданином Арабских Эмиратов, никто никогда не сможет стать гражданином Катара, там нужно родиться, поэтому, если хотите иметь такое гражданство, молитесь, чтобы опять родиться в Катаре, друзья мои, так вот, церковь, дом Божий, это то место, где мы должны действительно чувствовать себя защищенными, благоставленными и благоставляющими, аминь, и мы можем к этому прийти, но знаете, с чего начинается, с ревности по Дому Божьему, у нас было время, когда люди сюда цветы привозили Иисус, хлебы приносили, у нас до сих пор есть люди, которые благоставляют церковь, я не буду тыкать пальцами, хотя здесь люди эти есть, тем, что они производят, они благоставляют Дом Божий, и они благоставлены, аминь, но вопрошем, это маленький процент, остальные в основном приходят по воскресеньям попользоваться тем, что есть, это не упрек, ни в коем случае, я просто сегодня и себе проповедую, поймите, что речь идет о всех нас, о Доме Божьем, нам нужно вернуться не только физически в собрание, но и духовно, морально, аминь, мы физически пришли, а теперь Бог хочет, чтобы мы собрались в этом отношении, друг к другу, служа мы не теряем, мы приобретаем, так вот Господь говорил, что каждый юбилейный год прощай, и Он говорит, и не вздумай подумать, когда пришел к тебе человек за долг, взять в долг, не вздумай подумать, приближается юбилейный год, не дам ему, дальше Он говорит так, потому что, если ты дашь, я благоставлю дела твоих рук, я благоставлю твой бизнес, я благоставлю твои поля, если же не дашь по причине, что юбилейный год приближается, то благословения не придут на твои поля. И ты думаешь, сработает или не сработает? Люди веры верят, что это работает. У нас есть сестра в церкви, сейчас она здесь даже сидит в зале, которая в свое время оставила свою работу на рынке по воскресеньям. Которая сказала, я верю по Писанию, что Господь будет благословлять меня до субботы. Так было сестра Людмила. Потому что я буду воскресный день в Доме Божьем. Буду поклоняться Богу, буду молиться Богу, а Его задача благословлять меня. И было время, да, Людмила, когда Бог в субботу давал в два раза больше заработка. Это было? Было. Сегодня другая немножко жизнь, но тогда это было. Я это помню свидетельство. И знаете почему? Потому что Господь верен. И нам нужно быть верными Божьему Слову. И поэтому, друзья, пусть нас Бог сегодня обильно благословит в этом послании. Я не хочу, у меня есть еще одно местописание, которое я приготовил там, где Господь обличал свой народ за то, что люди бегут в свой дом быстрее, чем в Дом Божий. И строят его, и украшают, и заботятся о Доме Своем больше, чем о Доме Божьем. И он говорит, и поэтому у вас проблемы в жизни. И поэтому у вас поля не производят плод должный. И поэтому у вас дырявый кошелек. И поэтому у вас нет успеха в работе, в бизнесе. Потому что вы заботитесь больше о своем, чем о Божьем. И вы скажете, да, это было про храм. Братья и сестры, Дом Божий остается Домом Божьим всегда. Это отношение, это причастность к Дому Божьему. Поэтому мы и пожертвования здесь приносим. Поэтому мы и молимся за процветание. Но вопрос отношения к Дому Божьему должно сегодня у нас поменяться в плюс. С минуса на плюс. Должна появиться ревность. Начать служить дарами, талантами, тем, что у вас есть. И это сделает нас счастливыми во Христе Иисусе. Это сделает нас полноценными детьми Божьими, народом Божьим, которые понимают, у нас есть Дом, у нас есть Небесный Отец, у нас есть добрый пастырь, у нас есть братья и сестры, у нас есть служители, у нас есть команда Божьей мечты. Аминь. И мы служим друг другу теми талантами, теми дарами, которые Бог нам дал. Это не наши, это Его. Дай Богу славу. Аминь. Спасибо, Иисус. Давайте поднимемся и будем молиться. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что у нас сегодня есть эта возможность служить в Твоем доме, приходить в Твой дом, молиться, поклоняться, наполняться Твоим присутствием, получать Твои откровения. И помоги нам, Господь, вернуться в эту ревность по Дому Твоему, вернуться в посвящение, реализовать свои таланты, реализовать свои призвания, свое помазание в Доме Твоем, там, где мы родились свыше, куда Ты нас привел, как в Твой дом. Боже, благослови, Господи, чтобы каждый из нас начал ревностно думать о Твоем доме, начал ревновать во имя Иисуса Христа. Боже, благослови нас. Пусть Твое Царство придет в нашу жизнь. Пусть Твоя слава явится в нашей жизни. И я молю Тебя, чтобы Церковь Эммануил, чтобы та Церковь, которую Ты создал на этой земле, была полна Твоей славы всегда. Чтобы Твой народ бежал в Твой дом, ревновал о Твоем доме. Чтобы Твой народ думал о процветании Твоего дома. Чтобы люди, не знающие Тебя, люди, которые еще не воцерковлены, могли увидеть любовь между нами, заботу друг о друге, Твое присутствие пережить, прикосновение Твоего помазания пережить, получить дар Святого Духа, исцелиться, чтобы на этом месте всегда люди примирялись с Тобой, получали дар вечной жизни, получали свое исцеление и были любящими Тебя и служащими Тебе. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, честь и хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дай еще Богу славу, Он достоин. Аминь. Вот сегодня было послание. Я, честно скажу, получил это от Бога сверхъестественно. Понимаю, что Бог дает своей церкви хлеб. На каждое служение, на каждый день. И вот сегодня прозвучало это слово о Доме Божьем. Я всегда вспоминаю свое начало во Христе, посвящение, все эти моменты в моей жизни. И понимаю, что именно в Доме Божьем в моей жизни произошли самые такие яркие моменты в христианской жизни. Ведь с 93-го года моя жизнь полностью изменилась. И она уже перестала быть обычной светской жизнью. Я получил рождение свыше, стал чадом Божьим. И с того времени все, что происходит в моей жизни, я связываю только с Богом и с Его церковью. Вот как ты думаешь, вообще возможно чувствовать себя полноценно без церкви? Ой, пастор, для меня это такой вопрос, что я вообще себя не чувствую полноценным без церкви. И не только потому, что я пастор. От самого начала, знаете, вот во мне, вот то, о чем вы сегодня проповедовали, вот это вошло с Духом Божьим, от самого моего покаяния. И вот эта ревность в Доме Божьем, она от самого начала сработала внутри меня. Потому что, знаете, вот сегодня, я понимаю слова апостола Павла, когда он писал Тимофею, когда он говорил даже об избрании на должность служителя, там пасторства, он говорил, что он должен в семье, у него дети должны быть в послушании, чтобы у него в семье был порядок. И я понимаю эту суть. Почему? Потому что, имея сегодня семью детей, и ты понимаешь, что ты в них вкладываешь, ты заботишься. Я понимаю, что он понимал, что ты будешь осознавать, что нужно делать в Доме Божьем, что у тебя будет ревность, в Доме Божьем, и такая же, как по твоему дому, по твоей семье. Потому что невозможно просто жить в одиночестве, знаете, так вот, раз, и вдруг резко захотелось что-то такое делать. Всегда ты втягиваешься в что-то. Сначала решение какое-то, делаешь шаги, а потом все больше и больше ты в это втягиваешься. И ты понимаешь уже суть, значение этого всего. И знаете, когда я с самого начала пришел к Богу, и родился свыше, я помню, были такие моменты, когда я денег не мог давать. Ну, там, может быть, какую-то гривну, мог там дать. Мне, ну, я понятно, что Бог, там, допустим, меня не уничижал, и не говорил, вот ты такой негодяй, что ты мне денег не можешь дать, да не осуждал меня никогда. Наоборот, он, ну, он родил меня. Знаете, но у меня всегда было желание дать в Доме Божьем. Я не мог успокоиться, если я не дам. И вот интересно, Бог находил такие, ну, Бог давал мудрость. То есть, когда ты ревнуешь о чем-то, да, когда ты ревна с Ним к чему-то, у тебя и мозги включаются, работают. И я вдруг вспоминал, что хотя я работал на работе, где не платили мне зарплату, уже около четырех лет тогда, все только в счет зарплаты было. Но я понял, вдруг мне пришла мысль, мне же в счет зарплаты можно что-то взять. И я, знаете, перекручивал все то, что, ну, что у нас есть на работе. И чтобы найти, подстроить тому, в чем будет нужда Дома Божьего. И вот я помню, в 2000 году, мы когда перешли сюда, и вот первое мое такое вот реальное пожертвование было, где у меня денег не было, но я пришел, как-то и спросил, говорю, пастор, а трубы такие металлические, я вот даже уговаривал, говорю, полдюймовые, толстостены, я говорю, таких сейчас редко возьмешь. Нужны? И вы когда-то, да, говорят, ну, нужны, да, наверное. И я с такой радостью, я поехал, вы знаете, я понимал, что у меня там какие-то, какая-то сумма есть, ну, которую мне не платили, но я не, знаете, там, в то время, там, на 300 с чем-то гривен, или я уже не, ну, по-моему, гривны уже были, это было очень много. Но я до сих пор помню, я пошел бесшабашно, то есть я просто пришел, я взял на эту сумму просто по простой причине, что мне больше не дали. Все, зарплату, я бы и больше тогда взял бы. И это было без остановки. Поэтому, ну, невозможно жить без церкви, знаете. Но, когда ты родился свыше, родился от Бога, я тоже, как и вы, знаете, иногда думаю, что если люди не ревнуют о Доме Божьем, возможно, у них еще не произошла эта перемена рождения свыше. Но это, есть возможность всем нам родиться от Бога. И поэтому, ну, я себе даже не представляю жизни без церкви, без Дома Божьего. Для меня сейчас родные и близкие, знакомые и друзья, которые из мира, да, не знают Христа, ну, мне хочется, чтобы они спаслись, мы молимся о них, но они настолько далеки сейчас. Но вот все те, кто здесь, вот они близки. И знаете, я очень сильно уже ждал этой встречи, когда мы хотя бы увидимся уже все вместе. Поэтому для меня это радость, честь и привилегия. Не потому, что я пастор, потому что, ну, мне нравится быть в Доме Божьем. Я понимаю, что на небе мы будем вместе, друзья мои. Так что слава Богу. Слава Господу. Давайте Богу дадим славу. Вообще, я вам скажу, то, что вы здесь видите вообще в этом доме, если говорить о здании, то нашими руками здесь сделано практически все. Вот те лавочки до сих пор, я их лично делал, вот те у вас стоят. Если кто не знает, можете посидеть. Я их лично делал. На моих помещениях ремонты я делал. Пастор Влад делал, клеил обои, пастор Светлана клеил обои в пасторском кабинете с бухгалтером лично красили стенки. Пастор Влад даже... Я страх высоты преодолел. Да, первый фасад не этот, который сейчас сделан, а первый, который мы красили. Пастор Влад на вышке сидел и красил. Представьте себе. Он что-то не был пастором. Был призыв. Был призыв. Кто придет и может красить. Ну и как всегда, знаете, ответ был, одна там сестра пришла и больше никого. Я понимаю, но почему? А я боялся высоты очень сильно. Я понимал, что будут вышку нанимать, что нужно на высоту подниматься. У меня был страх высоты очень сильный. Ну, панический был страх высоты. Но, знаете, вот когда ты хочешь что-то сделать для Бога, для Дома Божьего, вот преодолела все, все эти страхи. Я никому не говорил об этом. Никто не знал об этом. Даже пастор не знал об этом. Я молча пошел, я вызвался, я перешел, мы вылезли на эту вышку. И, знаете, мы там красили, не хватало вышки. Но, чтобы туда долезть, подкрасить высоту, нужно было подняться на быльцу. Да, мы были пристегнуты. Но, знаете, когда ты поднимаешься на эту быльцу, а машина старая, вышка старая, и я так встал, и быльца эта обрывается. И ты на этой высоте, видя всю эту, ну, реку, все, весь город на ладони. Красота. Ты понимаешь, что уже страх куда-то ушел. Ближе к Богу. Ближе к Богу, да. Поэтому, вот такие истории были. Слава Богу, спасибо большое. Ты не думал об этом, знаете, о себе, что ты там боишься чего-то. Вот так Господь освободил меня. Амин, страх. Дорогие, вообще, тема Дома Божьего очень глубокая, нужная, важная, напоминает нам же себе всегда, чем я могу послужить? Чем я могу послужить? И знаете, это не говорит о том, что у нас есть работники в храме, они получают зарплату как благословение. Вот. И, тем не менее, знаете, хотелось бы, чтобы все-таки наши дары, таланты могли быть реализованы в Доме Божьем. Прежде всего. Когда сегодня столько есть у нас и мечты, и целей, и планов для церкви. Не хватает людей в простых вопросах. Я вам скажу, слушайте внимательно объявления, реагируйте, приходите, работайте, служите, и Бог благостает вас. Давай, пастор, помолимся. Да, пастор, еще просто хотел один момент, ну, как бы, сказать, что вот, когда вы говорили о служении друг другу, да, это нормально и хорошо. Потому что можно подумать, дары, таланты, а мне чего-то Бог не дал, да, какого-то дара, таланта. Я не проповедник, я там не тот, хотя мы многие такими не были. Это Господь помог нам открыть, да, в этом нас, потому что мы согласились с Богом. Но, знаете, есть один очень важный момент, который может быть всегда. Когда я ревную о Доме Божьем, у меня есть, допустим, хобби, рыбалка. Я хоть редко там бываю, но Господь дает мне оторваться там, отдохнуть душой. Но моя супруга знает, физически я там очень сильно устаю. И вот, знаете, иногда придешь в магазин, купишь рыбу, она намного дешевле стоит. Ну, я имею в виду, что если взять все, твою подготовку, вклад, сколько ты купил, вложился, сколько ты потратил здоровья, поехал, да, денег на бензин и тому подобное. То есть, это огромный, ну, жертва огромнейшая вот такая вот. Ну, для души приятно. Но, знаете, у меня всегда есть, ну, я, ну, мне нравится побыть на рыбалке. Но знаете, что мне больше всего нравится? Что когда я поймал рыбу, я могу кому-то дать из народа Божьего, с кем-то поделиться. Мы даже иногда, ну, когда есть возможность, моя супруга даже говорит, ну, мы даже, ну, не то чтобы мы чистим даже рыбу, чтобы людям дать. Это просто есть то, что есть у каждого. У каждого из вас есть что-то. Мы иногда не видим, знаете, а что я могу дать сегодня? А чем я могу кому-то послужить, поделиться? Откройте глаза, у вас есть все. Просто знаете, почему я так сказал? Ну, я не хочу там, чтобы хвала мне была, она не нужна. Я просто открываю свое сердце, знаете, хочу сказать, что для меня люди цены, дом Божий ценен. И я знаю, что вот эта цена, которая была заплачена, ну, если я просто сам вот эту рыбу все поем, оно неинтересно. Но вот эта цена, которая была заплачена, мне нравится, когда я кому-то дал. Никто этого не знал. Только Господь, я и моя жена, мы знали. Но для меня это честь и привилегия. Вот таким образом послужить кому-то, понимаете, даже этим. Потому что мы все можем служить друг другу, абсолютно все. Мы неограничены. Слава Богу, давай помолимся, пастор, чтобы вот ревность по Дому Божьему в каждом из нас всегда была как светильник, и чтобы наша церковь всегда была в таком положении даятелей, служителей и ревностных по Дому Божьему. Аминь. Хорошо. Давайте поднимемся. Здесь уже приходится вставать. Хоть на телевизоре вы там сидели, смотрели, да и все, лежали. А скажите честно, кто лежа смотрел наше служение? О, видно сразу. Давай, пастор, проповедуй мне. Давай, давай. По Писанию, возлежали, возлежали и слушали учителя. Слава Богу. Хорошо. Хорошо. Молимся, друзья. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим тебя за твою церковь, дом Бога Живого, столб и утверждение истины, за твой народ. Это не просто столбы, изваяния, издания, это твой народ. Это живые люди, Господь. Это живые камни, которые устраивают духовный дом. И мы благословляем сегодня каждого человека. И тех, кто сегодня здесь, на этом месте, кто смотрит нас вонлайн, или кто, может быть, сегодня не смог прийти, Господь, прикоснись с силой духа жизни и благослови. У твоего народа есть тот потенциал, те дары и таланты, которые ты вложил внутрь каждого. А также у каждого есть те возможности, которые ты дал, которых у них есть, Господь. Они могут чем-то поделиться с другими. У кого может быть этого нет? Отец, и мы просим тебя благослови, чтобы сегодня твоя церковь была ревностна к добрым делам, ревностна к Дому Божьему, потому что твой дом всегда, Господь, это место святое. И мы благодарим тебя, что ты дал нам эту возможность строить твой дом. Ты не возложил это на ангелов, ты не дал это просто кому-то, ты позволил это своему народу любить свой дом, желать, стремиться в этот дом, Господь. И мы благодарим тебя, что этот дом является вожделенным. Это твоя церковь, это мы, Господь, и мы можем сделать что-то лучшее в этом доме, для этого дома. Также, Господь, друг для друга, и мы благодарим тебя, что твое помазание и сила твоего духа, она соединяет нас для служения в твоем доме и для служения друг другу, теми дарами, которые получили от тебя. Яви твою славу, чтобы все эти дары и возможности высвободились через твой народ, чтобы мы ничего не оставили для себя, то, что могло бы принадлежать тебе, твоему дому или другим людям, Господь. Спасибо тебе за твою любовь, за то, что ты наполняешь нас в своей жизни и даешь нам эту ревность по дому твоему во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу! Дайте Богу славу! Аминь.